Осетия Осетия, древняя Алания, край в самом сердце Кавказа, где шапки вечных снегов покрывают молчаливо устремленные вверх вершины. Горная часть Осетии – настоящий райский уголок, в котором сложился баланс между природой и человеком. Сложно поверить, что всего лишь несколько десятилетий назад флора и фауна Северной Осетии были намного разнообразнее. Но из-за влияния человека биологическое разнообразие в природе существенно сократилось. Исчезли даже некоторые представители млекопитающих, а среди них и исторический хранитель гор – Кавказский барс, которого ученые также называют «переднеазиатским леопардом». О том, что Кавказский барс жил здесь много столетий назад, свидетельствуют не только ученые и биологи. Историко-культурная связь Осетии с леопардами прослеживается, начиная с III тысячелетия до н.э. Изображение леопарда прослеживается в материалах майкопской, кубанской, а позже и оландской культур. Барсы издревле обладали мифологическим и геральдическим смыслом. Результаты раскопок в Осетии позволили обнаружить боевые топоры, бронзовые пояса, золотые украшения и даже скипетр с изображением барса. Леопарды также упоминаются в знаменитом нартском эпосе, где олицетворяют одного из главных героев – нарта Батраза. Образ кавказского барса часто использовался и как символ хранителя древа жизни, богини-матери и мировой горы – символа мироздания. Изображение герба Алана Осетин с леопардом на фоне мировой горы дошло до нас благодаря найденной грузинской рукописной карте, которая датируется 1735 годом. Это знамя стало прообразом и современного герба Северной и Южной Осетии. Однако, с распространением огнестрельного оружия, в борьбе с природой за ресурсы и погоне за кратковременной прибылью, весь XIX и XX век леопардов нещадно истребляли на Кавказе. И к середине XX века документальные свидетельства пребывания леопарда на Кавказе практически исчезли. Легендарный символ гор остался только в памяти людей и на гербе Осетии. В отсутствие высшего звена пищевой цепи леопарда, в горах Кавказа получили преимущество другие хищники, такие как волки и шакалы. Численность их группировок критически возросла в отсутствии барса и уже сейчас наносит большой ущерб домашнему хозяйству и диким копытным животным. Отсутствие леопарда в горах существенно изменило естественный баланс сил в природе и мы с каждым годом ощущаем это все острее. Переднеазиатского леопарда все еще можно встретить в северной части Ирана и Туркмении, где сохранились небольшие по численности группировки. Сейчас только они составляют естественный природный очаг жизни барсов, хотя еще совсем недавно барс был распространен по всей территории Передней Азии и на Российском Кавказе. Общая численность барсов на нашей планете, включая живущих в зоопарках, составляет не более 800 особей. И это критическая численность, ставящая данный вид под угрозу полного исчезновения. Леопард занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Но восстановить его на Кавказе пока еще возможно. Именно поэтому с 2007 года учеными и экологами была разработана программа реинтродукции, то есть восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Стартовал уникальный в мировом масштабе проект по возвращению хранителя гор, некогда истребленного человеком в исконную среду обитания. В рамках программы в Сочинском национальном парке был создан Центр восстановления леопардов. Кропотливым трудом и многими усилиями большого числа людей из разных стран мира в центр были свезены чистокровные особи переднеазиатского леопарда, содержащиеся в зоопарках. Животных, выросших в зоопарке, выпускать в природу нельзя. Порог страха перед человеком у них занижен, и они не умеют самостоятельно добывать пищу в природных условиях. Однако их потомство при правильной подготовке и соблюдении необходимых правил имеет шанс вернуться в лоно природы. Именно поэтому в специально построенном сочинском центре родившихся котят с первых дней готовят к жизни в природе. Дают возможность научиться самостоятельно охотиться на диких копытных, правильно общаться друг с другом и избегать встреч с человеком. Уникальная программа подготовки котят к жизни в дикой природе практически полностью исключает участие человека, а все манипуляции с животными автоматизированы. Котята развиваются в обширных вольерах, имитирующих естественные природные условия. Наблюдение за животными осуществляется с помощью камер видеонаблюдения. После двухлетнего курса подготовки питомцы центра проходят обязательное тестирование, подтверждающее их готовность к жизни в дикой природе. Ученые должны убедиться, что животные выживут на воле и будут безопасны для человека. Только после этого, пройдя сложные экзамены, молодые леопарды получают возможность стать родоначальниками возрождающейся популяции. Первые выпускники сочинского центра вступили в природу Кавказского заповедника 15 июля 2016 года. Все животные перед выпуском были оснащены спутниковыми ошейниками для отслеживания их передвижений. Специалисты группы полевого мониторинга с первых дней выпуска следуют по следам леопардов и изучают, как они живут на свободе. Результаты исследований жизни выпущенных барсов в течение первого года показали, что программа реинтродукции оказалась успешной и все выпускники прижились в дикой природе. Для Осетии эти результаты сделали осязаемой возможность воскресить в природе символ Аллании. Северная Осетия активно включилась в программу восстановления, чтобы стать одной из центральных зон восстановления леопардов на Кавказе. Географическое положение республики в центральной части Кавказа создает возможность для животных, выпущенных тут, расселиться по всей территории главного Кавказского хребта. Кроме того, были получены уникальные свидетельства того, что дикие леопарды все еще заходят на территорию Осетии. Первым таким сигналом в 2013 году стали данные с камер видеонаблюдения пограничной службы в районе Верхнего Ларса, где в объективы камер попал леопард. Казалось, что это случайно зашедшая особь со стороны Ирана, но уже в 2015 году были получены уникальные данные с Гизельдонской ГЭС, на которой был также запечатлен леопард. Данные с камер видеонаблюдения в Осетии привлекли внимание ученых Института проблем экологии и эволюции Российской Академии Наук. Для более детального изучения республики ученые РАН подписали соглашение с компанией РУСГИДРО по обмену информацией о животных, попадающих в камеры видеонаблюдения гидроэлектростанций Осетии. В 2017 году были получены еще несколько видеосвидетельств уже с головной Зарамакской ГЭС. Данные свидетельства показали ученым, что живущие на территории Ирана особи все еще пользуются историческими миграционными путями и приходят на Кавказ в поисках сородичей. Однако, не находя никого, не задерживаются в Осетии надолго. С учетом этих данных, в рамках программы реинтродукции, республику начали всерьез рассматривать как потенциальную зону выпуска леопардов. И сама Осетия инициативно начала подготовку к возвращению леопардов на свою территорию. Программу подготовки в Осетии новой зоны выпуска леопардов поддержала компания РУСГИДРО. Гидроэнергетики и ученые ИПЭ РАН создали совместный проект и начали последовательную подготовку региона к возвращению хранителя гор, могучего Барса. Уже в 2017 году на территорию Осетии при поддержке РУСГИДРО прибыли ученые Российской Академии наук для исследований потенциальных места обитания леопарда. Были проведены масштабные полевые исследования во всех ущельях Осетии. Собраны данные о состоянии кормовой базы для леопарда и плотности животных конкурентов для леопардов в Северной Осетии. На основании данных дистанционного зондирования Земли проведено дешифрование космоснимков, результаты сопоставились с данными полевых испытаний, а математическое моделирование пространства с использованием нейросетевых механизмов позволило выявить наиболее благоприятные для леопарда участки на территории Северной Осетии. Наиболее оптимальной зоной выпуска леопардов, по мнению ученых, стала территория Национального парка Аллания. Параллельно началась важная часть социальной работы по подготовке населения региона к возвращению сакрального хищника. Основной целью экологического просвещения стало недопущение повторного истребления кавказского барса и повышение уровня экологической культуры. В Осетии было создано обширное волонтерское движение в поддержку восстановления леопарда. И уже 24 сентября 2017 года во Владикавказе состоялся первый экологический фестиваль «День барса», который посетило более тысячи человек. В школах начались уроки о леопардах для прививания детям принципов бережного отношения к природе. Социальная работа сопровождалась учеными и специалистами РУСГИДРО. Регулярные социологические исследования помогли выявить основные вопросы, волнующие население, и подготовить на них научно обоснованные ответы. Таким образом, программа экологического просвещения оказалась гибкой и адаптивной, учитывающей социальное мнение и настроение. С 2017 года практически ни одно мероприятие в Северной Осетии не обходилось без презентации о леопардах и их важной экологической и историко-культурной роли для региона. Даже спортивные и культурные события были связаны с возвращением барса, а известные атлеты посвящали свои рекорды национальному символу для привлечения внимания людей к сохранению редкого представителя кошачьих. Работа по просвещению велась и со взрослой частью населения. Были проведены круглые столы и встречи с представителями различных социальных групп. Кроме того, историко-культурный аспект стал широко использоваться в эко-просветительской работе. В Владикавказе начал ходить новый отреставрированный трамвай, окрашенный в цвета леопарда. В центральной части Владикавказа и Цхинвала были заложены бронзовые оттиски следов леопарда, а комплексная скульптурная композиция получила название «Возвращение леопардов на Кавказ». Одновременно для прямого диалога с людьми началась работа с населением и в социальных сетях. Была создана горячая телефонная линия и другие формы обратной связи. Каждое событие использовалось как возможность для просвещения. Благодаря поддержке журналистов удалось широко распространить сведения о восстановлении леопарда среди населения Осетии, обеспечив высокий уровень общественной поддержки. В результате проведенной работы 92% населения поддержали восстановление барса в горах Осетии, а письмо о поддержке выпуска леопарда в Осетии подписали более 50 государственных и общественных организаций. Осетия активно и при широкой общественной поддержке боролась за право выпуска леопардов на своей территории. Этот день мы приближали как могли. И этот день настал. Благодаря слаженной работе ученых, региональных органов власти и при поддержке гидроэнергетиков возможность возрождения символа Осетии стала реальной. Барс возвращается на родину. Но на этом работа не окончена. Для исследований леопарда Фонд дикой природы России приобрел специальные спутниковые ошейники, которые позволят отслеживать местоположения выпускаемых в Осетии особей. А компания «Русгидро» приобрела более 70 специальных камер-фотоловушек для сети дистанционного слежения. Кроме того, в регионе создана специальная группа мониторинга леопардов, которая будет исследовать приживаемость на новом месте и охранять животных. Продолжится и программа экологического просвещения населения. Осетия долго и упорно шла по пути восстановления символа гор. Живой национальный символ Осетии вновь станет хозяином Кавказа. А наш долг – сохранить его и дать ему возможность свободно возродить исконный баланс в хрупкой и неповторимой природе. Продолжение следует...